Всем привет! Не так давно мы получили большое обновление. В него вошли новый мировой босс, возможность крафтов и мифического снаряжения, ну и многое другое. Но видимо этого мало и разработчик решил нас удивить, анонсировав контент, который планировался только в четвертом квартале. Ну а теперь давайте поподробнее. С появлением ивента о наследии я, как и многие другие, думали, что ведут обычное усиление умений. Напомню, усиление умений это серия квестов, доступная примерно на 56 уровне, пройдя который, игрок усиливает три основных своих умения своего класса. А наследие это что-то похожее на пробуждение, но при этом усиливаются все умения класса, еще и меняется название класса. И вот это важный момент. Сейчас разберем. Разберем на примере гиганта. Это скриншот с официального корейского сайта, но вот тут есть название на английском языке. То есть изначально он был гигантом, с пробуждением он становится дестройером, а пройдя квест на наследие он становится титаном. И вот тут самое интересное. До вчерашнего дня я был уверен, что нам ведут усиление умений, то есть только три умения. Но сейчас вот в официальной группе фейсбука уже второй день публикуют классы, которые ждут нас через пять дней. Вчера вот есть скриншот, опубликовали Титана. Напомню, что Титан это гигант после наследия. И сегодня также опубликовали Хантера. Хантер это лучница после наследия. Исходя из этого, уже на следующей неделе нас ждет контент, который планировался на четвертый квартал 2020 года. Пропуская пробуду, пропуская усиление умений. Почему так разработчик решил, непонятно. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так что, что будет на самом деле, так же, блин, на самом деле неизвестно. Возможно, тут ошибкой какие-то переводы. Но все идет к тому, что нас ждет именно наследие. Не усиление умений, как вот я думал, как вот написано в плане, а именно наследие. Но осталось ждать недолго. Узнаем на следующей неделе. С вас лайк, подписка и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok